Рейд сотрудников полиции. Безопасность детей превыше всего. Рокот-бензопил. Работы по обрезке деревьев идут в Уссурийске. 32 комплекта. Местные спортсмены получили форму международных игр. Иностранная делегация. Гости из Северной Кореи приехали за победой. Финальный матч. Разрешилась интрига, кому достанется серебро турнира по мини-футболу. Почтили память тренера. Соревнования по женскому волейболу имени Геннадия Насовича объединили 4 команды. Безопасность детей превыше всего. С таким слоганом на краевых дорогах прошел рейд сотрудников полиции. Присоединились и уссурийские стражи порядка. За несколько часов привлекли к ответственности не один десяток автомобилистов. Подробности в сюжете. Предвечерний час пик – одно из насыщенных транспортом мест Слободы. Это дорога в центр города, куда спешат дети с родителями на занятия. А вот по нормам ли едут или нарушают – вопрос поиском ответа на который занимаются инспекторы ГИБДД Уссурийска. К слову, экипажи дежурят во всех микрорайонах города. Как показывает практика, дети, которые получают травмы, являясь пассажирами, это несоблюдение и игнорирование родителей, применение ремней безопасности и детского державащего устройства. За 12 месяцев 2023 года в Уссурийске привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КОАП нарушение требований перевозки детей 1673 водителя транспортных средств. На сегодняшний день привлечено около 100 водителей. Уже в этом году произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четверо несовершеннолетних. Во всех случаях пренебрегли ремнями безопасности. Что инспекторы ГИБДД называют преступлением и щедро напоминают автомобилистам и детям главное правило – сел в машину, пристегнись. Безопасность ребенка на самом деле – это самое важное в этой жизни, что есть. И, например, я очень с этому серьезно, вот с маленького там кресла, как положено, потом потихоньку приучаю. Сначала были, ой, я не хочу, не буду. Но объяснение, во-первых, мое объяснение, что, понимаешь, резко затормозила специально, посмотрела, ой, не страшно. Большая работа ведется в школах и садах нашего города, куда выезжают инспекторы и рассказывают о необходимости удерживающих устройств ремней безопасности. По данным Всемирной организации здравоохранения, автокресло и ремень позволяют снизить детскую смертность в авариях на 54%. За перевозку ребенка не пристегнутым ремнем безопасности, а также, если его перевозят без удерживающего устройства, за данное нарушение предусмотрена статья у нас 12.23, части 3. И сумма штрафа у нас за данное нарушение составляет 3000 рублей. Весомое финансовое бремя с толком бы, сетуют инспекторы. Ведь главная задача – сработать на опережение. А опыт показывает, не все понимают важность соблюдения правил дорожного движения. На этот раз таких попалось 39 человек. Все везли детей с нарушением закона. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Более тысячи деревьев в округе ежегодно проходят обрезку. Таким образом, растения избавляют от отмерших частей, а горожан – от возможности получить травмы или повредить имущество в результате падения сверху увесистых сучьев. Основные работы совершаются в зимний период. Все подробности в материале нашего корреспондента. Валовый переулок в Уссурийске оглашён рокотом бензопил. Здесь специалисты проводят работы по обрезке деревьев. Старые ветви, угрожающие нависли над крышами домов и в любой момент были готовы полететь вниз. По этому адресу поступило заявление о проведении обрезки деревьев, поскольку они угрожают порче имущества, потому что у этих деревьев наблюдается суховершинность. Чем это опасно? Тем, что сухие ветки могут падать на автомобили и прочее имущество людей. Приводят в порядок в основном ильмы. Этот вид был популярен для использования в озеленении более полувека назад и подовым возраст многих деревьев весьма солидный. Работы по обрезке необходимо закончить до весны, чтобы не нарушить процессы сокодвижения в вегетационный период и свести возможный вред здоровью растений к минимуму. Места срезов будут также обработаны олифой для дезинфекции. Работы у срийских арбористов хватает круглый год, ведь кроме обрезки старых ветвей, специалисты занимаются формовкой зеленых насаждений, а также убирают умершие деревья или аварийные. И здесь нужно отметить, что самовольный спил гражданами проблемных сучьев недопустим. Энтузиасту при обнаружении грозит административное наказание и штраф. Лучше для этого обратиться в управляющую компанию или в администрацию города, которые определят необходимость и проведут обрезку правильно. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Роман Адонин, Телемикс. Пуховик, рюкзак, шапка. Местным спортсменам выдали форму первых международных зимних игр «Дети Приморья». Для участников и тренеров изготовили 32 комплекта, которые уссурийцы получили из рук главы округа Евгения Коржа. С места события наш следующий сюжет. Один за всех и все за одного. Уссурийским спортсменам выдали форму первых международных зимних игр «Дети Приморья». Рюкзак получили лично из рук главы округа Евгения Коржа. У нас округ один из самых лучших по спорту. Так или нет? Так или нет? Так! Вот так и надо, так же побеждать. Для уссурийцев изготовили 32 комплекта. В каждом есть рюкзак, теплый спортивный костюм, футболка, шарф, шапка, перчатки и пуховик. Зеленую расцветку сохранили с летних игр «Дети Приморья». Но изменения все же есть. Летний дизайн делали в соответствии с яркими вспышками. У нас там были желтые вкрапления и белые. Зимний более уже такой спокойный, но цвет остался практически тот же самый. Летнюю форму предоставляла администрация, а зимнюю форму предоставило Министерство спорта Приморского края. Когда выдают форму, ты сразу понимаешь, что ты за команду, вы все вместе. И это тоже такие другие ощущения немножко. Когда ты один – это одно, когда ты уже в команде – это другое. Мы же представляем все один город, все как бы заодно. Первые международные зимние спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 18 по 23 февраля. Уссурийск примет соревнования по дисциплинам шорт-трек и фигурное катание. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Приближается День воинов-интернационалистов. Памятная дата связана с выводом советских солдат из Афганистана. Александр Гунько попал на войну в 19 лет, служил в пограничных войсках и удостоился знаков отличия. Ветеран поделился с нами воспоминаниями. Расскажите, пожалуйста, о вашей истории прохождения через Афганскую войну. Ну, в октябре 1983 года был призван на срочную службу. Попал, как говорится, в Таджикистан, пианческий пограничный отряд. В конце января я уже попал в мотоманевренную группу пианского отряда. Это ММГ-2 «Талукан». Это город Тахорской провинции в Афганистане. У нас в отряде вообще было пять мотгрупп. Самая дальняя как бы наша. Мы пограничные... Почему стояли пограничники там? Часто было, началось, что обстрелы, нападения на пограничные наряды, то есть на нашей границе. Из-за того, чтобы предотвратить вот это все, были созданы мотгруппы в Афганистане, которые контролировали определенные участки, то есть прикрывая еще границу с той стороны. Первое, конечно, тяжеловато, все непонятно, вот, куда попал. У нас не взвода были, а жили в землянках, это называли застава, ну, как у пограничных. Было где-то человек 12-15 тоже, вот, 4 дембеля, 10 дедов. Я один молодой прилетел. Тяжеловато, ну, неуставного взаимоотношений не было. Конечно, был запоминающий, когда попали под обстрел. Кто стреляет, откуда стреляет, не поймешь. Впереди валун, я за него, как бы, за камень этот спрятался, потянул на себя, и получилось на каску этот валун, ну, камень, вот, придавил, я еле вытащил голову. Самому приходилось носить там, как говорится, вещмешок и боеприпасы, и все. Плюс собака. Собака, хоть она и тяжеловата, и продукты надо было, и воду. Зато у нее слух более был развит. Было такое, что она, как говорится, услышала, унюхала, вот, там впереди были духи, когда... То есть в Афганистан вы попали в качестве срочника? Срочной службы. Были там полгода, да? Да. И где-то в июле я вначале улетел уже поступать в училище военное. Ну, было такое, что приходилось и возвращаться в отряд. Хочу поздравить всех, не только уссуристов, не и остальных всех ребят, которые прошли Афганистан. Пожелать им главное – здоровья. Впереди короткий рекламный блок. Оставайтесь с нами, далее вы увидите. Гости из Северной Кореи. Спортсмены готовятся к международным играм «Дети Приморья». Соревнования по мини-футболу. В финальном матче сошли суворовцы и сельская команда. Кубок Носовича. На традиционном турнире по волейболу почтили память тренера. Это вечерний выпуск программы «Телемикс Новости». Идем дальше. Тренировка гостей из Корейской Народной Демократической Республики прошла на Уссурийском льду. Семь иностранных спортсменов настроены на высокий результат в первых международных зимних спортивных играх «Дети Приморья». Мы пообщались с участником делегации. На льду среди местных фигуристов – спортсмены из Корейской Народной Демократической Республики. Иностранная делегация прибыла для участия в первых международных зимних спортивных играх «Дети Приморья». Для наших гостей это ценный опыт. На самом деле наши спортсмены не имеют каких-то больших достижений в международных соревнованиях. Это их первые международные соревнования. Но это лучшие спортсмены в своих клубах в КНДР. В дисциплине фигурное катание выступят три спортсмены Северной Кореи. В шортреке – четыре. Иностранные гости настроены на высокий результат и даже отказались от культурно-развлекательной программы в пользу дополнительных тренировок. Необходимо привыкнуть к незнакомой площадке и отработать элементы своих программ. Соревнования по фигурному катанию пройдут 21 и 22 февраля на ледовой арене имени Клиза. Поболеть для спортсмена в дисциплине шортрек можно в течение трех дней с 20 по 23 число на крытом тренировочном катке «Олимп». Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Финальный матч турнира по мини-футболу памяти героя афганца Вадима Матюшина прошел в локомотиве. За серебро сразились чемпионы прошлого года и сельская команда. Итоги игры и всех соревнований смотрите далее. Подошел к завершению турнир по мини-футболу памяти героя афганца Вадима Матюшина. Соревнования традиционно прошли среди школьных составов. В последней спортивной схватке сошлись суворовцы и команда из села Новонекольска. В воздухе повисла интрига. Кому же достанется серебро? В данном турнире принимало 17 команд. Проводились они у нас порядка двух недель. В данное соревнование в финальную стадию вышло 4 команды. Очень интересна была игра суворовцев со 133-й школы. 25-я школа показала очень интересную игру. Команда Суворовского училища – чемпионы прошлого года. Однако в этот раз спортсмены уступили высшую ступень пьедестала 133-й гимназии. А в матче за второе место показали свою военную закалку и выиграли со счетом 7-0. Мы так работаем, потому что сидит наш тренер. И после того, если мы проиграем еще эту игру, проиграли или отыграли бы плохо, он бы немного нас ругал, самую капелюшечку. А за ту игру ругал? Не то чтобы ругал, он знает наши ошибки и просто их озвучил и все. Призовые места распределились так. Кубок за третье место вручили команде 25-й школы. Серебряные медали достались составу из Суворовского училища. А золото завоевала 133-я гимназия. Награждение чемпионов пройдет в торжественной обстановке в Доме офицеров в День памяти воинов-интернационалистов. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Лучшие школьные команды по шахматам схлестнулись в напряженной борьбе на городском этапе соревнований «Белая ладья». Турнир состоялся благодаря Федерации Уссурийска и Центру развития творчества детей и юношества Новонекольска. Подробности далее. Четвертая, восьмая, двадцать пятая школа и двадцать девятая гимназия сражаются до самого мата на командных соревнованиях по шахматам «Белая ладья». Это один из самых престижных турниров, который уже больше пятидесяти лет собирает за черно-белыми досками детей Уссурийска. Мышление стратегическое, то есть умение просчитывать на многих ходов вперед, так сказать, да. Ну и бойцовские навыки, то есть шахматы, белые, черные, вот, и играет с соперником, то есть и кто-то один выигрывает, поэтому вот здесь уже человек либо выиграл, либо проиграл. Командные шахматы – это та же битва умов один на один, но с групповым зачетом по количеству побед участников. Игра проходит по классическим правилам с контролем времени 30 минут на партию плюс 30 секунд на каждый ход. Составы традиционно смешанные. Всегда обычно так формируется команда – три мальчика и одна девочка. Но, кстати, девочки могут участвовать в том числе и на досках мальчиков. Но, к сожалению, наоборот нельзя. Так получается, шахматы больше мальчики играют, но девочки нам тоже нужны, и они тоже играют и любят шахматы. Поэтому всегда в командах одну доску выделяем девочкам. По результатам турнира третье место досталось восьмой школе. На втором оказалось двадцать пятая. А чемпионами стали ученики 29-й гимназии под руководством тренера Екатерины Головневой. В марте команда «Победитель» выступит на краевом этапе во Владивостоке и поборется за место в финале «Белой ладьи», который пройдет этим летом в Сочи. Екатерина Ельмина, Игорь Антонов, «Телемикс». Женский волейбол в Уссурийске провели традиционные соревнования имени легендарного тренера Геннадия Насовича. В этом году состоялся юбилейный тридцатый турнир. Какие команды состязались за первенство, расскажем в нашем сюжете. Кубок Геннадия Насовича разыграли в Уссурийске. В тридцатый раз почтили память тренера, который был предан волейболу и выявил женскую команду в лидеры среди спортсменов всех республик Советского Союза. Коллектив Уссури. Верные его последователи приняли участие в соревнованиях. В нынешнем составе играют всего два года, но уже есть достижения. Получается, последнее наше призовое место было, это Кубок Губернатора. Прободился он во Владивостоке, мы заняли второе место. В том году мы в Лесозаводске заняли первое место. Геннадий Насович был председателем Краевой Федерации волейбола. Возглавлял Уссурийскую. Входил в состав судейской коллегии Приморья. Но самое главное – достижение. Тренер воспитал плеяду как профессионалов, так и любителей этого вида спорта. Начиналась его карьера в нашем округе. Отслужив в армии в 1959 году, он попадает на Дальний Восток, попадает тогда в Приморский сельскохозяйственный институт. И вот отсюда начинается его волейбольная карьера. Под его руководством сборная команда, женская команда, неоднократно становилась призерами всероссийских соревнований. А в 1962 году сборная команда тогда нашего Приморского сельскохозяйственного института стала чемпионом среди сельскохозяйственных вузов. Юбилейный турнир памяти Геннадия Носовича проходил в спортивном комплексе «Локомотив» и на базе 29-й гимназии. В соревнованиях приняли участие четыре женских состава – МГУ, Динамо, Уссури и ДВФУ. Команды девушек «Юность» из Уссурийска и с аналогичным названием из Черниговки «Юниорочка» представляла Надеждинский район, а Триумф и родник Арсеньев. Виктория Калинина, Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. Пока это все новости. В студии работала Полина Мельниченко. До встречи.